Деньги и тактика В частности, сегодня нам приходится обсуждать задержание Алексея Улюкаева в подозрении о получении взятки 2 миллиона долларов США за положительное заключение о сделке по башнефти. Невольно в таких реалиях мы инвестируем. Какие активы могут быть защитные, как сутившись повлияет в целом на российский финансовый рынок, это мы все обсуждаем в том числе с экспертами. Я вам представляю участников нашей сегодняшней программы. С нами сегодня Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании АМаркетс. Также с нами из Санкт-Петербурга Дмитрий Аксенов, директор по Wealth Management, управляющий компанией Петербург Инвест. И по традиции аналитик компании Телетрейд, сегодня это Марк Гойхман. Господа, я вас приветствую. Здравствуйте. Я где-то даже рад, что не мне придется сейчас отвечать на эти вопросы. Думаю, вы догадываетесь, о чем я. Но давайте поговорим все-таки о резонансе. Как задержание Алексея Уликаева может отразиться на Роснефти, на акциях башнефти, на вообще инвестиционном климате в России или напротив, какие-то, может быть, возможности откроются, что нужно сейчас, к примеру, подешевевшие бумаги подкупать. А самые разные комментарии мы сейчас получаем о произошедшем. Аналитики АНЖ написали сегодня заметку на английском языке, может быть, для иностранных инвесторов, нерезидентов. И вот, Дмитрий, к вам обращаюсь. Один из сценариев произошедшего, что это как раз усиление борьбы с коррупцией. Об этом пишут аналитики АНЖ. Если это так, то возможное влияние на рынки будет, соответственно, минимальным, а произошедший это такой сигнал более жесткой борьбы с коррупцией от политического руководства. Итак, Дмитрий, вот этот сценарий вы рассматриваете в случае с задержанием Алексея Уликаева? Ну, вы поймите, что если это борьба с коррупцией, то это позитив для иностранцев, позитив для страны. Но я боюсь, что иностранные инвесторы, они очень боятся политических вещей. И все, что связано с Роснефтью, Башнефтью, если это войдет в рамк политики, то, конечно, некоторые инвесторы могут, скажем так, не то, чтобы продавать акции Роснефти, но, скажем так, не покупать их. То есть, пока это все не уляжется. Интересно. Дмитрий, а у вас есть в портфеле Роснефть, Башнефть? Нет, у нас нет Роснефти, не Башнефти. Хорошо. Другой, кстати, сценарий, о котором пишут аналитики АНЖ, он сводится к тому, что есть случившаяся, может быть, частью как раз идущей борьбы, противостояния так называемых силовиков и группировки так называемых либералов. И, соответственно, эта борьба, конкуренция достигла как раз апогея на фоне приватизации. Речь о недавней приватизации Башнефти и о грядущей приватизации 19,5% акций Роснефти. И вот, исходя из этого, есть такое допущение, что, может быть, какая-то была внутренняя конфронтация, и вот можно еще через призму этого смотреть на происходящее. Но, опять же, сценарии могут быть самые разные, мы ни к одному сценарию не прикипаем, мы озвучим только мнение экспертов и, соответственно, возможные гипотезы. И вот в данном случае произошедшее может отпугнуть инвесторов, есть такое мнение, от участия в приватизации 19,5% акций Роснефти. И, соответственно, от этого одна крупная компания может выиграть. Артем, как вы смотрите на произошедшее? Если говорить непосредственно про перспективы российского фондового рынка, то исключительно негативно. Конечно же, такие события, форс-мажоры, которые случаются, особенно в рамках и без того не самого привлекательного рынка, будут приводить только к еще большим потерям. Вот в начале, собственно, передачи вы сделали акцент на то, что стоит ли сейчас рассматривать все активы, которые можно покупать со дна. В контексте, собственно, Роснефти и Башнефти сейчас это не так. Если осмотреть на перспективы этих инструментов, лучше, наверное, подождать, пока ситуация будет в большей степени дисконтирована на них, и только после этого делать уже ставку на потенциальные покупки. Артем, а вот с точки зрения влияния на рынке, смотрите, акции Башнефти мы видели чуть более чем на 1%. Роснефть в какой-то момент даже в плюс вышла на полпроцента. Рубль сегодня после 8 дней снижения на процент дорожал, и в целом российский рынок акций не демонстрил какое-нибудь такое рекордное снижение. Я просто подвожу к тому, что мы пережили рекордную распродажу на рынке гособлигаций с 2003 года. Мы пережили с вами усиление геополитических рисков на фоне Сирии в начале этой осени. Мы пережили с вами выборы в США. Неужели вот это событие, задержание Ксения Улюкаева, ведь все это можно представить еще в таком позитивном ключе, что это борьба с коррупцией. Неужели это действительно будет иметь резонанс для российского финансового рынка? Ведь делом ЮКОСа здесь вот пока и близко не пахнет, извините за выражение. Я думаю, что резонанс непременно будет. Просто сейчас не стоит говорить и гоп, пока не перепрыгнули. То, что мы пока не видим негативной реакции, мы не видим подробности, собственно, этого события. Если они будут представлены в негативном ключе, либо инвесторы сами додумают какой-то подтекст, увидим как раз тот самый негативный тренд, который все-таки стоит рассматривать сейчас в качестве наиболее вероятного сценария. Спасибо, Артем. Марк, ваше мнение о произошедшем? Обычно, если происходит какая-то сильная новость, негативная или позитивная, рынки реагируют сразу. Если этого не произошло сейчас, то, видимо, инвесторы не видят особенных, ни позитивных, ни негативных изменений в будущем движении акций. И Роснефти, и Башнефти. Что касается репутации российского фондового рынка, это скорее все-таки негативно, но не настолько сильно, чтобы серьезно подорвать интерес инвесторов к этим бумагам и снизить их котировки. Спасибо. Вот, кстати, третий такой сценарий, о котором пишут аналитики АНЖ, свои заметки по поводу задержания Ксивиликаева. Что самый худший сценарий, если вот случившееся, это начало такого наступления силовиков на либералов. Оставим эту тему, давайте поговорим об инвестициях. Дмитрий, вы предлагаете покупать обыкновенные акции Россети и покупку акции КАМАЗа. Вот эту рекомендацию я получил от вас накануне вечером. С учетом случившегося, все в силе? Конечно, все в силе. Вы знаете, на самом деле мы находимся на таком рынке, рискованном, столько политических рисков. И арест Улюкаева – это, в общем, не новость, не шок для российского рынка, на котором у нас есть Донбасс, Крым, санкции и так далее. Столько глобальных событий. И мне кажется, что арест Улюкаева вкладывается в понятие российского финансового рынка ни больше, ни меньше. Поэтому фундаментальные истории, дивидендные истории, они будут всегда жить. И те инвесторы, которые есть на российском рынке, они эти риски оценивают. Поэтому у нас нет западных пенсионных фондов американских. У нас есть действительно какие-то хедж-фанды, люди, которые готовы рисковать. Хорошо, давайте про КАМАЗ. Начнем с КАМАЗа. Накануне была публикация в Домостях. Были также заявления президента по поводу поддержки автопрома, машиностроения. Вы предлагаете покупать акции КАМАЗа. В чем здесь идея? Вы знаете, КАМАЗ – долгосрочная идея. Это не для спекулянтов. КАМАЗ действительно одна из крупнейших компаний российских автопрома. Есть КАМАЗ, есть УАЗ. Пожалуй, это две компании, которые что-то такое глобальное производят у нас, Советского Союза. И у КАМАЗа, очевидно, есть хорошие показатели. В отличие от других компаний, у них есть рост продаж, есть рост производства, есть модернизация. Но и самое главное, что достаточно интересная структура акционерного капитала. Все это позволяет говорить о том, что эти акции интересны в долгосрочном периоде, и надо их иметь в портфеле. Плюс они защитные. Хорошо. Давайте на вторую историю с ростсетями. Ну, ростсети – это все гораздо проще. Это дивидендная история. Мы рассчитываем на то, что мы видим, опять же, интерес в энергетике. Это очевидно. Это видно и по бумагам Интерау, и ФСК, и отдельно МРСК. Бумаги достаточно сильно упали за последние пять лет. И, наконец, ростсети стали отчитываться в положительном результате. Наконец-то ростсети начали выплачивать дивиденды. И они заявляют о том, что они готовы платить дальше. Дивиденды будут зависеть от законодательства. Если это действительно произойдет, а с учетом того, что у нас есть дефицит бюджета, и все-таки с госкомпанией хотят в бюджет получать дивиденды, какие-то доходы, то есть шансы, что и инвесторам, акционерам достанется тоже что-то в виде дивидендного дохода. И это достаточно. Дмитрий, а какие риски, что дивиденды могут быть не заплачены? Как я понимаю, здесь бумажная переоценка в чем-то может быть. Да, была бумажная переоценка, финансовая переоценка. Но риски есть всегда. Что же могу сказать? Риски есть. Дмитрий, мы как раз с вами общались некоторое время назад, в предыдущем выпуске «Деньги. Тактика». Вы советовали в том числе к покупке российские еврооблигации. Я хотел спросить, вот в свете той распродажи, которая случилась в казначейских облигациях в США, на мировом рынке облигаций, вот российские евробанды, как они себя чувствуют в последнюю неделю? Какие здесь перспективы на 2017 год, если доходность десятилеток может подскочить до 2,5-3%? Вы знаете, здесь еще плюс не забываем про возможное повышение ставки ФРС. Два ли две раза. Да. Соответственно, в последнюю неделю российские еврооблигации снижаются, не так сильно, но они снижаются, без сомнений. И, по нашему мнению, здесь надо искать момент для входа в отдельные эмитенты. Потому что доходность достаточно хорошая, и в случае улучшения отношений с Америкой, в первую очередь, смотрим на эти новости, на отношения Путина, Трампа, мы будем ожидать именно спрос в российских еврооблигациях. Плюс один момент. Буквально недавно размещался выпуск на миллиард евро облигаций «Газпрома». Расфатали, как горячие пирожки. 80% покупателей были иностранцы. Дмитрий, если будут падать цены на российские евро-банды, как сильно доходность в целом подскочит? На 50 байсных пунктов, на 1% пункт? Если, опять же, десятилетки в США будут 2,5-3% торговаться с такой доходностью? Ну, вы знаете, я считаю, что если мы увидим где-нибудь по облигациям Сбербанка доходность в районе, не знаю, там, облигациям Сбербанка, например, 20-го года погашения доходности около 5, их надо покупать однозначно. Спасибо. Дмитрий, ваши инвестиции зависят от цен на нефть. Потому что если будет 40 долларов за баррель, наверное, будет сложнее покупать российские акции. Я знаю, что мнение по рынку нефти есть как раз у наших экспертов, по-моему, и у Марка, и у Артема. Артем, давайте с вас начнем. Вы советуете продавать нефть. Не поздно ли? Не кажется ли вам, что весь негатив, все сомнения по поводу способности ОПЕК ограничить добычу, все это уже отыграно в цене? И нефти будет дальше просто сложно падать? Я считаю то, что нет, не поздно. Напротив, можно еще попробовать запрыгнуть в уходящий поезд такой прекрасной возможности и прокатиться вот как раз к той цели, которую обозначил я. Это как минимум 40 долларов за баррель. Причины, которые позволяют сейчас рассматривать, продолжать рассматривать этот инструмент с точки зрения продаж, усиливающиеся опасения за глобальный переизбыток и перенасыщение на глобальном рынке мировой экономики. И в частности, эти опасения были многократно усилены после того, как в минувшую пятницу ОПЕК представил доклад, согласно которому объемы добычи по итогам прошлого месяца составили просто колоссальную цифру. Это исторический абсолютный максимум больше 33 миллионов баррелей в сутки. То есть, если говорить про фактическую цифру, это 33,63. Это оценка ОПЕК. Если сослаться, опять же, на подтверждение статистики Международного энергетического агентства, они поговаривают о том, что цифра составляет 33,83. И мне нравится еще оценка Блумберг. Они считают, оценивая, опять же, то количество добычи, которое идет со стороны Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Ливии, Нигерии, то, что планка уже может превысить 34 миллиона баррелей в сутки. Разумеется, рассчитывать на восстановление баланса и спроса в предложении сейчас не приходится. Я считаю, что мы плавно сейчас переходим в 2017 год, когда эта проблема сохранит свою актуальность. Здесь важно также отметить то, что мы видим, что в рамках ОПЕК нет единой позиции по ограничению добычи. Это даже несмотря на то, что по итогам... Да, с вами нельзя не согласиться. Но смотрите, новости об ОПЕК, увеличении добычи ОПЕК. Это история конца прошлой недели. Вот, к примеру, сегодня утром нефть уже на 1,5% росла на фоне попыток дипломатических, по-моему, Венесуэла, Алжира и Катара, как раз договориться по поводу ограничения добычи нефти. Если бы нефть была 50 долларов за баррель, наверное, было бы логично ждать, что она сильно упадет. Но от текущих уровней очень скромный потенциал для снижения. Если в итоге все-таки 30 ноября будет хоть какое-то компромиссное соглашение об ограничении добычи нефти, что будет с ценами котировки нефти? Мы можем предположить, действительно, что все-таки случится то, что сейчас мало, а в качестве вероятности рассматривается. Но я думаю, что доверия к этим договоренностям изначально не будет. Потому что ОПЕК уже доказал то, что не соблюдают квоты. И мы знаем то, что квота в рамках ближневосточного картеля сейчас составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Но фактически цифры гораздо выше. Поэтому, если какой-то позитив и будет, я абсолютно уверен, что он не повлияет позитивным образом. И уж тем более не позволит сформироваться в долгосрочной картине с точки зрения привлекательности. Какую-то, может быть, позитивную тенденцию мы и будем наблюдать. Но долгосрочная идея будет оставаться, базироваться на факте расхождения спроса и предложения. В общем, 40 долларов за баррель это 100%. Это цель, это риск. Хорошо, Артем, если все-таки ОПЕК 30 ноября сократит добычу, будет соглашение, будет решение по квотам. Какой будет потолок в плане роста цен на нефть? Где спекулянты тогда смогут заходить на снижение в нефти? Это 50 долларов ниже 47? 50 долларов, это, конечно же, крутовато. Потому что 50 долларов за баррель, это фактически с учетом текущих котировок больше 10%. Я думаю, что такого роста мы вряд ли увидим. Хотя в сентябре мы это видели. Марк, у вас тоже рекомендации по рынку нефти, если не ошибаюсь. Напомните, исходя вы, из чего исходите? Я предполагаю, что нужно продавать нефть, марки Brent, но не сейчас нынешних цен, а при коррекции. Эта коррекция может быть вполне в преддверии соглашения ОПЕК. Я думаю, что какое-то компромиссное решение будет. Хотя бы в том плане, что Саудовская Аравия сезонно снижает добычу нефти. И на это снижение квот они могут пойти. А в целом, сейчас появилась после выборов США новая идея по нефти. Поскольку Трамп хочет сократить импорт нефти и стимулировать добычу собственной нефти. Это резко повысит предложение и снизит спрос на нефть. Поскольку мы видели уменьшение добычи в течение года с 9,2 до 8,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно то, что сейчас избытка предложения. Соответственно, при уменьшении добычи в Саудовской Аравии, при соглашении ОПЕК, нефть поднимется в цене. Думаю, что это будет где-то до 48 долларов за баррель максимум. Ну, может быть, в пике до 50. Но в целом, тенденция на снижение останется при реализации идей Трампа о протекционистской политике в области добычи нефти. Марк, у Артема Деева очень интересная идея была. Действительно, что если ОПЕК не может ограничить добычу, можно предположить, как отмечали это в Международном энергетическом агентстве, что ребалансировка рынка нефти затягивается. Многие тогда смотрят на уровень 40 долларов за баррель. Марк, а разделяете вы такую идею или гипотезу, что Саудовская Аравия будет защищать уже 45 долларов за баррель активно? Что если что-то пойдет не так, в ближайшие месяцы квартала будут сильные вербальные интервенции стороны как раз вот саудитов. Потому что им в перспективе еще нужно Саудия-Арамка продать. И они будут не 40, а именно 45 защищать. Вот это будет такая хорошая поддержка со временем. Предполагаю, что 40 долларов за баррель это предел снижения. То есть мы уже не увидим вероятнее всего котировки ниже этого уровня. И достижение этих котировок вполне возможно в среднесрочной перспективе. А позиция Саудовской Аравии, что они будут 45 защищать, что им нужно и для бюджета, и чтобы продать Саудия-Арамка, приватизировать. Что не 40, а все-таки 45 будет с сильной поддержкой со временем. Вербальные интервенции будут в том числе? Вербальные интервенции могут привести к движениям нефти. Но в пределах от 40 до 50 долларов за баррель, я думаю, этот диапазон сохранится на очень долгое время. Хорошо, Марк, я вас понял. Артем, у вас есть другая еще история, она касается швейцарского франка. Традиционно это валюта-убежище. Сейчас что интересно в этой истории? Да, эта идея основана на том факте снижения европейской валюты, которую мы сейчас наблюдаем. Причин здесь очень много. Как вы знаете, это системные риски, это еще и последствия Brexit, это и ожидание, соответственно, повышения процентной ставки в рамках ФРС, который бьет по ребалансировке расхождения спредоходности между американскими трежерами и, соответственно, немецкими бумагами. Евро находится под давлением, вследствие чего растет франк. Вот это как раз та самая тенденция, которая заставляет Национальный банк Швейцарии сейчас держать руку на пульсе и при необходимости все-таки реализовывать те действия, которые были нам обещаны. Это интервентное вмешательство. Раньше мы смотрели на уровень поддержки 1.08, считая, что именно с этого значения Национальный банк Швейцарии, в лице Джордана, который возглавляет этот регулятор, будет проявлять активность на финансовых площадках. Но видели, как пара Евросвейси пробила это значение, сейчас оказалась уже рядом с поддержкой 1.07. Я считаю, что локальный это предел. И если мы увидим сохранение позиционного давления на главный валютный риск, мы будем наблюдать все-таки большую решительность со стороны Национального банка Швейцарии. Поэтому эта идея предполагает как раз возможность покупки пары Евросвейси. Цели можно рассматривать и среднесрочные, и долгосрочные. Это 1.09 и 1.10. А в качестве уровня потенциального ограничения убытков, я думаю, что достаточно заручиться поддержкой скромного значения 1.06.50. Мне хочется только резюмировать те идеи, которые были сегодня представлены. Это продажи нефти. Это рекомендовали и Артем Деев, и Марк Гойхман. Также Марк советовал на коррекции продавать пару евро-долларов. А вот покупать российские акции Дмитрий Аксенов рекомендовал. Он смотрел внимательно на КАМАЗ и бумаги Россети. До новых встреч. Это были Деньги. Тактика. Не забывайте про российские.